МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите выпуски. Платим больше, но меньше всех на Дальнем Востоке. В ЯО выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Теплый семейный праздник. Владыка Лука собрал гостей в день празднования Крещения Руси. Принято более 600 пациентов и уже есть спасенные жизни. Уникальный в ЯО ангиографический комплекс работает на базе областной больницы. Спорт как неотъемлемая часть службы. Сотрудники областного управления МЧС провели товарищеский турнир по пляжному волейболу. С 1 июля в Еврейской автономной области повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Это стало основной темой пресс-конференции, которую дала начальник департамента тарифов и цен Галина Шлыкова. Она отметила, тарифы не изменялись на протяжении 19 месяцев. Это становится невыгодным для поставщиков услуг, но пугаться рано. Плата потребителей по-прежнему не будет превышать допустимое значение. Компенсировать разницу, как и раньше, будет правительство ЯО. Индекс платы граждан сейчас составляет 6,3%. С 1 июля подлежат изменению все тарифные решения, связанные с коммунальными услугами. Напоминаем, что является коммунальной услугой. Это электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и твердые коммунальные отходы. Средний тариф на тепловую энергию по ЯО в целом с 1 июля вырос на 113%. Обращаю внимание, средний тариф. Дальше, средний тариф по водоснабжению на 114%. По водоотведению на 115%. Одноставочный тариф для граждан, проживающих в домах с централизованным газоснабжением, мы так это называем, чтобы было понятно, тех, у кого есть газовая плита, состоит 4 рубля 97 копеек. Это на 40 копеек выше, чем на декабрь 2022 года. Рост составил 108,8. Также у нас вырос тариф в дневной зоне. То есть, если потребитель у себя установил счетчик день-ночь, то дневная зона увеличится на 105,7%, и тариф составит 6 рублей 26 копеек. И в ночной зоне этот рост увеличился гораздо больше, на 119%, и ночью тариф будет составлять 2 рубля 18 копеек. Тем не менее, тарифы в ЯО более выгодны для населения, чем в соседних регионах. Например, на электроэнергию жителям Хабаровского и Приморского краев приходится серьезно раскошеливаться. В то время как плата за услугу в автономии остается на уровне Амурской области, которую, к слову, питает не одна гидроэлектростанция. Галина Шлыкова подчеркнула, что при общем увеличении стоимости услуг, тариф на газ в этом году остается на прежнем уровне. Зато с 1 июля изменились цены на услуги пассажироперевозок, билет на дачные маршруты. Сегодня можно купить на 3 рубля дороже. Эти тарифы субсидированные. Почему именно на 3 рубля? Потому что это индекс потребительских цен. 7,2%, чтобы вы понимали. Вместе с тем, экономика, материалы, представленные в экономической части по этим двум юридическим лицам, показывают, что рост тарифов гораздо выше. Поэтому мы говорим, что потребуются дополнительные расходы из бюджета. Галина Шлыкова разъяснила, себестоимость перевозки одного человека составляет сегодня более 100 рублей, благодаря компенсации, поступающей из регионального бюджета, а она в этот период составит порядка 22 миллионов рублей. Для населения тариф поднят на сравнительно небольшую сумму. Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, Новости 21. Епископ Биробиджанский и Кульдурский Лука принимал гостей в день празднования крещения Руси. В конференц-зале епархиального управления в теплой дружеской обстановке за чаем с пирогами собрались прихожане Биробиджанской епархии. Владыка горячо приветствовал своих гостей, поздравил с праздником и напомнил о памятном дне 988 года, когда святой равноапостольный князь Владимир крестил народ русский. С той поры наше государство стало православным. Мы своя не просто страна, а своя цивилизация, которая служит Богу. И слово «прославие» означает правильно прославить Богу. Поэтому давайте в этот день еще раз вспомним князя Владимира. Ну вот здесь вот пообщаемся, послушаем концерт, песнопение и прославим Творца своего. В гости к епископу Луке прихожане пришли вместе со своими семьями. Тепло беседовали, читали стихи, вместе с приглашенными артистами хором пели казачьи песни, слушали музыку народов России и классические произведения. Гости поблагодарили владыку за такой теплый прием. Подарили ему целую коробку душистого Иван-чая, собранного вручную. И пожелали намного чаще собираться в такой дружеской семейной обстановке. Никита Натапов, Кирилл Цырульников, Новости 21. Оборудование, которое давно ждали и врачи, и пациенты областной больницы. Ангиографический комплекс в ультрасовременной комплектации работает уже год и успел спасти без преувеличения сотни жизней. Съемочной группе НТК-21 удалось попасть в операционную, где установлено оборудование. Его возможности колоссальные. Во-первых, это выполнение эндоваскулярных операций, то есть вмешательств, которые проводятся изнутри сосудов через маленькие проколы. Спектр помощи также велик. Диагностика стентирования или расширение коронарных артерий, операции при истенозах почечных и мезонтериальных артерий, дренирование почек, абсцессов, кист поджелудочной железы и многое другое. За год эксплуатации в областной больнице с помощью ангиографического комплекса проведено около 600 операций. В основном на этом ангиографическом комплексе мы выполняем операции при ишемической болезни сердца. Это диагностические коронарографии и стентирование коронарных артерий при ишемической болезни сердца, в том числе при остром коронарном синдроме, то есть при инфаркте миокарда. Такое заболевание, которое необходимо вылечить в первые 90 минут, это золотой стандарт. То есть артерию, которая тромбировалась, необходимо открыть в первые 90 минут. В дальнейшем уже может наступать необратимое изменение в миокардик, поэтому, соответственно, это оборудование давно ждали. До появления ангиографического комплекса пациенты получали медицинскую помощь в объеме тромболизиса – препарата для восстановления кровотока. Но это лишь первый этап лечения при тромбозах, который в целом не избавляет от проблемы. Для дальнейшего лечения пациентов приходилось перевозить в Хабаровск, где имелись ангиографы. Но это трата бесценного времени, которое особенно в случаях с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно особенно беречь. Сейчас мы этот этап транспортировки убрали. Пациент непосредственно с приемом покоя, с инфарктом, со скорой помощью, поступает к нам в операционную. Здесь мы выполняем диагностику при необходимости стентирования, выполняем бревоскуляризацию миокарда для того, чтобы полноценно миокард получал кровь. И, соответственно, после нашей операционной пациент поступает в палату интенсивной терапии кардиологического отделения. И там уже кардиологи наблюдают и лечат его как после операционного тапа. Для работы с ангиографическим комплексом в областной больнице создана сильная команда, в которую входят кардиологи, анестезиологи, реаниматологи, опытный, средний и младший медперсонал. Благодаря профессионализму специалистов операции проходят на высоком уровне. Это серьезный шаг в развитии областного здравоохранения. Ольга Киселева, Богдан Патрин, Новости 21. Что не праздник, то спортивный. Сотрудники Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области сошлись друг с другом в борьбе за победу на соревнованиях по пляжному волейболу. Пожарные спасатели и другие сотрудники ведомства разделились на шесть команд по подразделениям. Играли в группах по три команды. Победителям в каждой из групп предстояло затем побороться за призовые места. Это командная игра, это небольшая разгрузка от нашей работы. У нас работа очень сложная. Ребята с удовольствием сегодня собрались, чтобы побороться, поиграть. Я думаю, что здесь больше даже победит, скорее всего, наверное, дружба. Потому что мы же коллеги, мы выполняем одно дело. Ну и будет небольшая разгрузка. В первой игре на пляжной площадке встретились команды пожарно-спасательного отряда и управления надзорной деятельности. Хоть встреча и дружеская, победу упускать никто не собирался. В ходе напряженной игры счет то и дело менялся. И в итоге вперед вышли волейболисты пожарно-спасательного отряда. Любой спорт, это, сами знаете, непредсказуемый, это ажиотаж. Все у нас практически сотрудники подготовленные. Кто-то средний, кто-то сильный. В каждом виде есть свои лидеры. Но в общем, команды все сплоченные, фактически подготовленные. Поэтому игра сегодня проходит очень эмоционально и очень красиво, так можно сказать. По итогам соревнований места распределились следующим образом. Почетное третье место завоевали специалисты Центра управления в кризисных ситуациях. Серебро у огнеборцев пожарной части номер 8, а победителями дружеского турнира стали игроки пожарно-спасательного отряда. Никита Натапов, Богдан Патрин, Новости 21.